Завтрак без завтрака. Так назвал утреннюю встречу европейских лидеров в Милане итальянский премьер Матео Ренци. Разговор был сложный, переговоры были сложные. В центре внимания Украина, в центре внимания встреча президента Порошенко с Путиным. День был насыщен, интриги заявления. Обо всем этом подробнее Дмитрий Анопченко. Он прямо сейчас в Милане. В Милан сейчас ехались 53 главы государств и правительств. Громкие должности, громкие имена, но украинский вопрос заставил изменить приоритеты. Весь сегодняшний день в центре внимания переговоры между Порошенко и Путиным, проходившие в несколько раундов, в разном формате и с участием разных политиков. Столь сложного саммита не было очень давно и для прессы, и для самих политиков. Обычно такие переговоры проходят по жесткой программе, отступление от которой, если и возможны, то только как исключение. А тут похоже было, что даже первые лица, участники Миланской встречи не до конца знают, что произойдет в следующую минуту. Информационное агентство несколько раз публиковали слова Путина. На вопрос журналистов, как идут переговоры, он неизменно говорил, отлично. Иди сюда на переговоры. Хорош. Но члены обеих делегаций тут же признавались в прессе. Разговор очень и очень сложный. Лидеры Евросоюза решили именно в Милане разрядить напряженность между Киевом и Москвой. Не столько ради нас, сколько ради своего же спокойствия, чтобы не замерзнуть. Чтобы быть уверенными, этой зимой российский газ будет по-прежнему стабильно поступать в Европу через украинские газопроводы. Договориться о транзите настойчиво просила, в частности, Ангела Меркель. Но, вопреки всем уговорам, позиция Москвы оказалась очень жесткой. А на те условия, которые предлагал Кремль, Украина просто не могла пойти. Мы не смогли достичь практических результатов по газовому вопросу. Но 21 октября в ходе переговоров Российская Федерация, ЕС, Украина надеемся достичь соглашения по энергетическому вопросу. В отличие от энергетики, где прогресс хотя бы наметился с политическими договоренностями, все еще сложнее. В украинской делегации нам признали, что Петр Порошенко прибыл сюда, в Милан, с тремя очень четкими задачами, которые он считал для себя принципиальными. Во-первых, заставить Москву полностью выполнять минские договоренности, без исключения. Во-вторых, добиться международного мониторинга российско-украинской границы. Ну, а в-третьем, не допустить проведения выборов на оккупированном Донбассе по сценарию, который пишут сейчас так называемые ДНР и ЛНР. По обоим вопросам Порошенко поддержали европейцы. В первую очередь ЕС. Местные выборы, которые должны происходить в Донецке, должны быть на законе, который я вчера подписал. Выборы должны происходить на территории, которая выяснена минским протоколом и станем на 19 вересня. Что касается Владимира Путина, то он был немногословен. Утром, во время так называемого политического завтрака, отвечая на прямой вопрос, был вынужден заявить коллегам из других стран, он не хочет разделения Украины или замороженного конфликта. Но не дал никаких конкретных обещаний. И это откровенно разозлило британца Дэвида Кэмерона. Если это так, то России нужно делать шаги для воплощения в жизнь всего, о чем было договорено. Вывести российские войска из Украины, тяжелое вооружение, уважать соглашения и признавать только одни легитимные украинские выборы. Если нет, то ЕС и Великобритания должны оставить санкции в силе. Впрочем, о санкциях сегодня в Милане все-таки не говорили. Здесь решили не обострять и без того непростые переговоры. Финалом которых после нескольких раундов с участием европейских коллег мог стать личный разговор Порошенко и Путина. Его даже несколько раз анонсировали, на его возможность намекали в российской делегации. Но Путин продолжал торговаться. Не столько с Украиной, сколько в первую очередь с Европой. В итоге Петр Порошенко покидает Милан. Главным результатом считает договоренность о жестком мониторинге российско-украинской границы со стороны ОБСЕ. Это один из трех обязательных пунктов, которые он для себя наметил. Но по поводу остального Москве и Киеву еще предстоит договариваться. Не просто и в разных форматах. Из Милана Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Телеканал Интер.